Добрый день, уважаемые учащиеся! Я рада приветствовать вас на нашем уроке английского языка. Сегодня мы будем говорить про дух Хэллоуина. Откройте, пожалуйста, свои учебники на развороте страниц 68-69. Это раздел, модуль номер 7B. И называется он Хэллоуин Спирит, дух Хэллоуина. Вы знаете, что Хэллоуин – это праздник. Празднуется он в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня Всех Святых. И, как любой праздник, он вызывает самые разнообразные чувства у людей. А как можно описать чувства, какие слова можно использовать в английском языке? Давайте проработаем новую лексику, которая касается наших чувств. Let's work with the new vocabulary. На своих экранах вы увидите слово на английском языке и перевод. И данные слова необходимо переписать в свои словари. Let's start. Начинаем. Worried. Возволнованный. Scared. Испуганный. Excited. Возбужденный. Восторженный. Miserable. Жалкий. Несчастный. Let's practice the pronunciation. Repeat after me. Практикуем произношение. Повторяйте за мной. Worried. Scared. Excited. Miserable. The next. Следующий. Bored. Скучающий. Повторяйте за мной. Puzzled. Озадаченный. Tired. Уставший. Усталый. Stressed. Напряженный. Пребывающий в стрессе. Подверженный стрессу. Repeat after me. Повторяйте за мной. Bored. Puzzled. Puzzled. Tired. Stressed. And now answer my question, please. А теперь ответьте на вопрос из упражнения первого. How do you feel when? Как вы себя чувствуете? Когда? И сейчас появятся разнообразные варианты ситуации. Когда у вас экзамен. Когда у вас экзамен. When you have an exam. When you work for a long time. Когда вы долго работаете. When you are on holiday. Когда вы на каникулах или на празднике. When you have nothing to do. Когда вам не о чем заняться. When you are alone in the dark. Когда вы один в темноте. When you don't understand something. Когда вы что-то не понимаете. Для того, чтобы правильно ответить на данный вопрос. Необходимо использовать следующий шаблон ответа. Вы видите предложение с двумя пропусками. В первый пропуск мы вставляем слово, описывающее наши чувства. А во второй пропуск мы вставляем саму ситуацию. For example. Например. I feel worried when I have an exam. Я чувствую себя встревоженным, взволнованным, когда у меня экзамен. I feel scared when I am alone in the dark. Я напуган, когда я один в темноте. I feel miserable when I fight with my best friend. Я чувствую себя несчастным, жалким, когда ссорюсь, дерусь со своим лучшим другом. I feel bored when I have nothing to do. Мне скучно, когда мне нечем заняться. Я чувствую себя уставшим, когда работаю долгое время. I feel stressed when I don't understand something. Я подвержен стрессу, когда я чего-то не понимаю. Вы видите, ребята, что ответить на вопросы, описывая свои чувства в самых разнообразных ситуациях, не так уж и сложно. Выполняем упражнение 2. You have to read and translate the text. Необходимо прочитать и перевести текст. Listen to me very attentively. Слушайте меня внимательно. I'll read and translate this text for you. Я прочитаю и переведу этот текст для вас. It was Halloween night, so my sisters and I decided to go trick or treating. We were very excited. Был праздник Хэллоуина. И я со своими сёстрами решил пойти за угощениями. Мы были очень взволнованы. By the time we got to the last house in the street, it was very late, and we were tired. The house looked empty, but we knocked anyway. Когда мы добрались до последнего дома на улице, было уже очень поздно, и мы чувствовали усталость. Дом выглядел пустым. Тем не менее, мы постучались. The door opened on its own. Although we were scared, we decided to go in and have a look. Suddenly, we heard a loud noise, and a huge creature jumped out in front of us. Дверь открылась сама по себе. И хотя мы были напуганы, мы решили войти и посмотреть. Внезапно мы услышали громкий шум, и огромное существо выскочило перед нами. Не бойтесь, это просто сова, сказал голос позади нас. Мы обернулись и увидели пожилую леди у подножия лестницы. She rushed over and introduced herself. Hello, I'm Mrs. Sheet. Let me give you some treats, you naughty little ghosts. Она поторопилась и представилась. Здравствуйте, я Mrs. Sheet. Позвольте дать вам немного угощений, озорные маленькие призраки. Когда мы наконец добрались до дома, наша мама была очень встревоженной. Где вы были? Воскликнула она, как только мы вошли. Don't worry, mom. We were at Mrs. Sheet's house. You know, the big one at the end of the street. She gave us treats and... Не волнуйся, мама. Мы были в доме Mrs. Sheet. Ты знаешь, большой в конце улицы. Она дала нам угощение и... Mom looked puzzled. What on earth are you talking about? She said. Mrs. Sheet died ten years ago. Мама выглядела озадаченной. О чем вообще вы говорите, сказала она. Миссис Шеид умерла десять лет назад. Вот такая необычная история произошла в ночь на Хэллоуин. Верить в нее или нет, зависит только от вас. Let's mark the sentences. А теперь давайте отметим утверждение, предложение. Если предложение соответствует информации в тексте, мы ставим букву T или пишем слово true, то есть правда. Если оно ошибочное, мы ставим букву F или пишем слово false, неправда. И если об этом речи вообще не было, то мы пишем NM. Not mentioned, то есть не упоминалось, не говорилось. The children's costumes were scary. Костюмы детей были страшными. Давайте вспомним содержание текста. Был ночь на Хэллоуин, и дети решили пойти за угощениями. Конечно же, они одели костюмы. Но неизвестно, были они страшными или нет. Миссис Шейт произнесла, что хочет угостить маленьких непослушных призраков. Но вы прекрасно знаете, что призраки, привидения, могут быть как страшными, злыми, так и милыми, добрыми. Поэтому нигде в тексте не было сказано, что костюмы у детей были действительно страшными. So this is not mentioned. Об этом не упоминалось. The next, следующий. There was an owl in the house. В доме была сова. This is true. Это правда. А в доме действительно была сова, которую сначала дети приняли за огромное существо. И испугались. The next. The old lady offered the children some treats. Пожилая леди предложила детям угощение. This is true. Это правда. Миссис Шейт действительно предложила маленьким непослушным призракам угощение. И в праздник на Хэллоуин принято давать детям угощение. And the next, и следующий. Mom believed the children's story. Мама поверила в историю детей. This is false. Это неправда. Mom looked puzzled. Мама выглядела озадаченной, когда ребята рассказали, где именно они были. И она даже спросила, о чем вообще вы говорите. What on earth are you talking about? Mrs. She died 10 years ago. Потому что миссис Шейт умерла 10 лет назад. Возможно, ребята увидели, встретили призрак миссис Шейт. Возможно. Вы обратили внимание, что события, описанные в рассказе про миссис Шейт, были в прошлом времени. И как раз сегодня мы с вами начнем изучать past simple, прошедшее простое время. So, this is grammar box. Итак, грамматическое правило. We use the past simple when talking about past actions. Мы используем прошедшее простое время в английском языке, когда говорим о событиях в прошлом. Например, I watched TV yesterday. Я смотрел телевизор вчера. Какие слова-маркеры, какие слова-подсказки могут дать знать, что это именно прошедшее простое время. В предложениях с прошедшим простым временем используются следующие обстоятельства, или как их называют слова-маркеры, или их еще называют слова-подсказки, указывающие нам, какое именно грамматическое время используется. Используется. Yesterday. Вчера. Last night. Прошлым вечером, или прошлой ночью. Last week. На прошлой неделе. Last year. В прошлом году. Three days ago. Три дня назад. Конечно же, слова-маркеры не ограничиваются. Только лишь перечисленными. Это может быть не только прошлый вечер, но и прошлый день, прошлое утро. Не только прошлая неделя, но и прошлый месяц. Не только прошлый год. Ну и, например, 1990 год. И не только три дня назад. Четыре дня назад. Неделю назад. Два месяца назад. И так далее. В этом времени появляется два вида глаголов. Прежде всего, правильный глагол. Regular verb. К такому глаголу мы добавляем окончание идей, чтобы показать, что событие произошло в прошлом. И неправильный глагол. Irregular verb. Мы и к нему ничего не добавляем. Мы пишем вторую форму глагола. Разберем более подробно. So, regular verbs. Правильные глаголы. Как я уже сказала, мы добавляем к ним окончание идей. Примеры. Move. Moved. Двигаться. Moved. Двигался. Двинулся. Move еще переводится как переезжать. Moved. Переехал. Watch. 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 Смотреть. Watched. Смотрел. Что делал? Событие произошло в прошлом. Open. Opened. Open. Открыть. Opened. Открыл. Ваш. 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 Переводится мыть. Ваш. Мыл. Work. Worked. Work. Переводится работать. Worked. Работал. Кук. 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 Переводится готовить. Кук. Кукки готовил. То есть окончание "-иди", оно выделенное, указывает, что это действие произошло в прошлом. Например, вчера, позавчера, на прошлой неделе, в прошлом месяце и так далее. И regular verbs. Неправильные глаголы. Мы пишем вторую форму глагола. А где мы возьмем вторую форму глагола? Из таблицы неправильных глаголов. Такая таблица есть в конце вашего учебника. И выглядит она вот так. Скриншот вы видите на экране. Или, если под рукой нет учебника или словаря, конечно же, можно посмотреть в интернете. Таблица неправильных глаголов. А вторая форма – это слово из второй колоночки. Обратите внимание, вторая колонка так и называется. Past. То есть прошедшее время. И примеры. И примеры. Meet – встречаться. Met – встретил. Read – читать. Read – прочитал. Drink – пить. Drank – выпил. Make – делать. Made – сделал. Find – находить. Found – нашел. Обнаружил. Spend – проводить. Тратить. Spend – провел. Потратил. Мы ничего не добавляли к этим словам. К словам. Они полностью изменились. А слова эти мы выписали из второй колоночки. Таблицы неправильных глаголов. И давайте посмотрим на примеры предложений. I played chess yesterday. Я играл в шахматы вчера. У нас выделено слово played. Это глагол. Правильный глагол, потому что к нему в прошедшем времени добавили окончание – иди. I bought a new dress for the party. Я купила новое платье для вечеринки. У нас выделено слово bought. Это глагол. И неправильный глагол, потому что к нему не добавили никакое окончание. Слово изменилось. И это новое измененное слово вы нашли во второй колоночке в таблице неправильных глаголов. А первоначальная форма, вы знаете, слово покупать звучит buy. It's high time for your homework. Подошло время для вашего домашнего задания. Вам необходимо посмотреть на глаголы. Определить, какие из них правильные и какие из них неправильные. И написать прошедшую форму этих глаголов. Подскажу, как определить правильный или неправильный глагол перед вами. Пока вы не выучили таблицу неправильных глаголов наизусть, вам необходимо просто искать каждый глагол в этой таблице. Если глагол в таблице вы не нашли, не обнаружили, значит, он автоматически переходит в разряд правильных. И мы к нему добавляем окончание иди для того, чтобы написать прошедшую форму. А если вы глагол находите в таблице неправильных глаголов во второй колоночке, то значит, этот глагол неправильный. И выписываем вторую форму. Пример оформления в тетради. Данного глагола в таблице неправильных глаголов нет, потому что он правильный. И значит, нам необходимо добавить к нему окончание иди. И указать в скобочках, что этот глагол правильный. Неправильный глагол. Говорить. Рассказал. Сказал. Этот глагол неправильный, и вы его найдете в таблице неправильных глаголов во второй колоночке. И мы к нему ничего не добавляем, никакого окончания. А выписываем вторую форму. И указываем в скобочках, что это неправильный глагол. Our lesson is over. Наш урок подходит к концу. Thank you for your work. Спасибо за вашу работу. I wish you good luck. Я желаю вам удачи. Goodbye. До свидания. Take care of yourself. Берегите себя.